Глубоко уважаемые коллеги, мой доклад посвящен опухолям яичника. Заявлены гранулезоклеточные и герминогенные опухоли. Но поскольку мне повезло в следующей секции по герминогенным опухолям, у меня будет 15 минут посвященных герминогенным опухолям яичника, позвольте в этом докладе остановиться в основном на астромально-клеточных опухолях яичника у молодых. Надо сказать, что частота встречаемости опухолей яичников у детей до 18 лет считается по нашим стандартам дети, по статистике по Российской Федерации, по публикации 2015 года. За 2013 год было зарегистрировано 34 случая опухолей яичника в этой возрастной группе. То есть заболеваемость опухолями яичника составляет 0,3 промилле на 100 тысяч детского населения. Если говорить о структуре опухолей яичника, то здесь хотелось бы сослаться на достаточно уже давние публикации 2001 года. Но почему хочется именно на нее сослаться? Поскольку она основана на достаточно большом популяционном анализе, выполненном по Санкт-Петербургу, когда анализировалась ситуация заболеваемости гинекологическими опухолями у детей и подростков, среди почти 300 пациенток удалось проанализировать вот эту статистическую ситуацию, какие опухоли чаще встречаются у этого контингента детей. И на круг, если о всех опухолях гениталий у детей и подростков говорить, то ситуация более-менее благоприятная, потому что большая доля, порядка 80%, это доброкачественные опухоли. Больший процент за счет опухоли яичника. А если встречаются злокачественные опухоли яичника, то большинство из них представляют собой неэпителиальные опухоли яичника, как продемонстрировано на этом анализе, более 90% неэпителиальные опухоли. Говоря конкретно уже о статистике по онкологическим заболеваниям, анализ, если сравнительный анализ сделать, это 2000-е годы, основной возраст заболевших девочек злокачественными опухолями яичника приходится на подростковый пубертатный возраст, а также возраст нейтрального, так скажем, периода, отсутствие активного влияния гормонов, это возраст 10-14 лет. Такая же ситуация сохраняется и на настоящий день, на 2014 год. Наибольшая доля развития злокачественных опухолей яичника приходится на возраст от 15 до 19 лет, но в то же время и достаточная группа остается на возрастной период от 10 до 14 лет. По морфологической классификации вы прекрасно представляете, что опухоли яичника делятся на эпителиальные, неэпителиальные и метастатические. И касаясь сегодняшней секции, основной акцент идет на неэпителиальных опухолях яичника, которые в основном представлены опухолями стромы полового тяжа, герминогенными опухолями и меньший процент гонадобластомы. И вот позвольте больше детализировать это выступление на опухолях стромы полового тяжа, которые могут быть представлены следующими группами гистолобическими. Это гранулезоклеточные опухоли наибольшее число по частоте встречаемости в группе стромально-клеточных. Далее идут сертали стромальные клеточные опухоли или андробластомы. И меньшее процентное соотношение смешанной опухоли. Если говорить о гистогенезе злокачественных опухолей яичника, то, возможно, гранулезоклеточные опухоли происходят из области критикальной стромы и идут по пути развития гранулезоклеточных опухолей. Среди гранулезоклеточной опухоли встречаются и доброкачественные опухоли, и злокачественные. Здесь тоже благоприятная ситуация, что чаще встречаются доброкачественные опухоли. Почти в 80% случаев это тека фибромы, но и меньший процент, но злокачественные течения, имеющие гранулезоклеточные опухоли. Фибромы здесь представлены на слайде. Плотные, чётко ограниченные образования, отсутствие методической активности. После удаления представляют собой чётко ограниченные опухоли и несут благоприятный прогноз. То есть, по сути дела, являются доброкачественными. Гранулезоклеточные опухоли делятся на два основных типа – взрослый и ювенильный тип. И по классификации ВОЗ, последний морфологический 2014 года, относится к следующим градациям по шифрам. Но позвольте пояснить вот этот подшифр под дробью, дробь 3, дробь 1, по вот этой классификации ВОЗ. Это не имеется в виду степень дифференцировки опухоли, это имеется в виду прогноз самой опухоли. И вы видите взрослый тип гранулезоклеточных опухолей, на долю которых приходится большая часть вот в этой группе гранулезоклеточных опухолей, они относятся к группе 3, то есть однозначно злокачественный прогноз опухоли. А вот ювенильные опухоли, на долю которых приходится около 5% случаев, относятся к подградации единицы, которые вот по расшифровке вот этой классификации гистологической ВОЗ, туда относятся опухоли неопределенные, пограничные, с неясным прогнозом, то есть неоднозначное течение у ювенильных типов гранулезоклеточных опухолей. Здесь представлена гранулезоклеточная опухоль взрослого типа, хотя мы и говорим сегодня в секции в основном о подростках и молодых, но гранулезоклеточная опухоль отличается, например, от эпителиальных опухолей яичников тем, что возраст, средний возраст дня 10-15 лет моложе, нежели, например, при раках яичников, где средний возраст 53-56 лет. И вот, как представлено на этом слайде, пациентка, молодая пациентка 30 лет, обладилась с жалобами на увеличение живота в объеме, и по данным КТ, видите, всю брюшную полость занимает опухоль соответствующего строения, интрооперационно всю брюшную полость выполняет вот эта вот опухоль, но отграничена без повреждения капсулы, опухоль около 35 см у вот этой конкретной пациентки была удалена. Возникают опухоли чаще, да, в пери- и постменопаузальном периоде, но также могут встретиться и молодых женщин. Характеризуются клинические проявления у этих пациентов с гранулезоклеточными опухолями взрослого типа развитие дисгормональных симптомов омоложения. Это обусловлено продукцией стероидных гормонов, эстрогены, и также гликопротеидных гормонов, ингибин. За счет этого могут возникнуть вот эти вот дисгормональные симптомы. Реже развивается аминорея, часто сочетается с нарушениями инструального цикла, и сочетается с гиперпластическими процессами эндометрия. Ну и также пациентки жалуются на боль, на увеличение живота в объеме. Но большинство опухолей, гранулезоклеточных опухолей взрослого типа диагностируются в первой стадии заболевания. Здесь в плане диагностики необходимо уточнение распространения процесса. Это гинекологический осмотр, УЗИ, КТ малого таза. Маркер, определение маркера сывороточного ингибина, который работает в диагностике этих опухолей, СЕЙ-125 не является специфическим маркером для гранулезоклеточных опухолей. В основном это сывороточный ингибин, тот маркер, который работает и помогает в диагностике этих опухолей, поскольку секретируется клетками гранулеза яичника, ингибирует секрецию ФСГ. В целом он секретируется в менструальном цикле во время беременности, но повышается практически при всех случаях гранулезоклеточных опухолей и ювенильного, и взрослого типа. Если мы говорим о гранулезоклеточных опухолях взрослого типа, то прогноз благоприятный, но могут быть рецидивы. После хирургического лечения обязательно пациенткам нужно оговаривать, что они обязательно находятся под наблюдением длительный период, потому что могут возникнуть через 5-10 лет рецидивы гранулезоклеточной опухоли, поэтому тщательный мониторинг за ними. Но 5-летняя выживаемость благоприятная в целом от 70 до 85%. Если мы говорим о гранулезоклеточных опухолях взрослого типа, то здесь прогностическими факторами является стадия, возраст, размер опухоли и двустороннее или одностороннее поражение опухоли. Если говорить о гранулезоклеточных опухолях ювенильного типа, которые встречаются где-то в 5% случаев, развиваются чаще у девочек и женщин в первые 3 десятилетия жизни и пик заболеваемости в первые 10 лет. Здесь тоже может, как клиническое проявление, быть преждевременное половое созревание, может быть быстрый рост опухоли и уже неблагоприятно будет, если разрыв или перекрут опухоли. Следующий слайд можно? Здесь видите морфологическая картина гранулезоклеточной опухоли ювенильного типа, отличающая здесь малым количеством метозов и, скорее всего, будет благоприятный прогноз. Можешь следующий слайд? Прогноз при гранулезоклеточных опухолях ювенильного типа, подавляющего большинство больных заболеваний, выявляется первая стадия заболевания. Прогноз благоприятный. Рецидивы заболеваний возникают менее чем у 10% больных и в первые 3 года после оперативного лечения, в отличие от гранулезоклеточных опухолей взрослого типа. Но 5- и 10-летняя выживаемость высокая, составляет в среднем около 90%. Кого лечение гранулезоклеточных опухолей яичника? Рассмотрим стандартные варианты лечения при онкологических опухолях. Здесь касаемо гранулезоклеточных опухолях, на первом месте хирургическое лечение. Далее, возможно, рассматривается химиотерапия и лучевая терапия. Если мы говорим о хирургическом лечении, если это взрослые пациентки, то это однозначная экстерпация матки с придатками и хирургическое стадирование, то есть аминтектомия. Но если молодая пациентка, как вот в том случае, который я вам демонстрировала, возможно, органосохраняющее лечение, то есть аминтектомия. Есть ли какие-то подозрения на изменения во втором яичнике, то биопсия контрлатерального яичника и аминтектомия. Если мы говорим конкретно о гранулезо-клеточных опухолях ювенильного типа, то есть это однозначно молодой возраст, то здесь, скорее всего, будет вопрос о органосохраняющем лечении, поэтому админтектомия на стороне поражения, ревизия контрлатерального яичника, если он не изменен, не нужно делать биопсию контрлатерального яичника, и хирургическое стадирование, включающая аминтектомия и цитологические смывы из брюшной полости. При распространенном опухолевом процессе выполняется максимальная циторедукция с учетом невысокой чувствительности опухоли к химиотерапии. В отношении химиотерапии – варианты адевантной и лекарственной терапии. Предлагались различные варианты для лечения гранулезо-клеточных опухолей, в виде представлены и варианты схемы доксорубицинцисплатин, и схемы КАП, и ПВБ, но в основном останавливаются в последних публикациях во всех на трехкомпонентной схеме БЭП, которая вошла в стандарты, НССН-стандарты, и ЭСМО-стандарты в качестве адевантной лечебной химиотерапии для гранулезо-клеточных опухолей яичника. Но, видите, есть публикации. Это публикация 2005 года, где идет поиск по пути других схем химиотерапии. Здесь сравниваются схемы БЭП, такая стандартная, традиционная для гранулезо-клеточных опухолей, и схемы ТОКСАНА и ПЛАТИНА. Единственный момент, но, видите, число наблюдений, то есть такое критикуемое, так скажем, 11 и 11, но, с другой стороны, это связано с невысокой частотой встречаемости этих опухолей. И, видите, по уровню ответа достаточно хороший, одинаковый уровень ответа, что у схемы БЭП, что у ТОКСАНА и ПЛАТИНА, 82 и 82, и по беспрогрессивной выживаемости ТОКСАНА и ПЛАТИНА не хуже, чем схемы БЭП. Но все-таки стандартом остается схема трехкомпонентная БЭП, хотя вот обсуждается и уже неоднократно поднимается вопрос о неподмене, но, по крайней мере, не худшем эффекты ТОКСАНА и ПЛАТИНА. Для лечения гранулеза клеточных опухолей. Сколько курсов БЭПа проводить? Стандартом является 3, максимум 4 курса БЭПа. Почему не 5, не 6, не 7? Поскольку, это, правда, сразу следует оговориться, ссылка на автора, который анализирует исходы влияния БЭП в целом на прогноз, но по герминогенным опухолям. Но здесь почему все равно привожу, поскольку анализ именно вот этой схемы, ее влияние в целом на качество жизни и прогноз в целом для ребенка. Поскольку большие курсы БЭПа увеличивают риск осложнений, тяжелой парастезии, фибрильной нитропении, расстройство слуха, снижают фертильность. И, кроме того, может встретиться какой-то процент вторичных индуцированных опухолей. В этой публикации демонстрируется 2% вторичных индуцированных опухолей. Но, еще раз следует оговорить, что это касаемо герминогенных и касаемо не только опухолей яичника. И вот частота встречаемости индуцированных опухолей, соответственно, может нести негативный прогноз на выживаемость пациенток и может привести к летальности. Поэтому стандартным является проведение 3-4 курсов химиотерапии БЭП. Может быть, трехкурсов БЭП и следующий, четвертый курс ИПИ без блеомедцины, учитывая токсичность, влияние на легкие. Далее, еще варианты лечения гранулеза клеточных опухолей. При остаточной опухоле, при локальном рецидиве можно повторные хирургические вмешательства. Если нет возможности, тогда возможно проведение лучевой терапии. Таким образом, лечение гранулеза клеточных опухолей можно представить следующим образом. Ссылкой на Николету Колумба одной из разработчиков НССН-рекомендаций, которые, в общем-то, тоже отражены и в НССН, и в ЭСМО-рекомендациях. Если опухоль 1А, если это старший контингент, то радикальный объем. Если это молодые, то органосохраняющие лечение, хирургическое стадирование. Здесь можно обойтись без адювантной химиотерапии. Если опухоль 1 стадии, но с высоким риском, то есть, может быть, высокий методический индекс, большие размеры опухоли, то здесь обсуждаемо, но тоже неоднозначно постулатом. Адювантная химиотерапия 3 курса БЭП может быть, ссылаясь на публикацию 90-х годов, вот 2005 года, комбинация таксо-карбоплатины. Но если опухоль больше 1 стадии, то дополнительно рекомендуется дополнительные курсы химиотерапии или 4 курса БЭПа, или 3 курса БЭПа с 4 и ПИ, либо как вариант токсаны и платина. Если рецидивы в малом тазубрюшной полости, то повторные циторедуктивные операции, высокодозная химиотерапия, лучевая терапия при локальном рецидиве, ну и если рецидивные опухоли, то дополнительные химиотерапевтические воздействия. Может быть, оговаривается гормонотерапия, но нет однозначного ответа, нет результатов каких-то рандомизированных, однозначных исследований об эффективности гормонотерапии. Но она, в общем-то, обсуждается и не исключается категорично, но не является такой вот четкой рекомендацией в лечении этих больных. Спасибо за внимание. Продолжение следует...